Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейщий Ди и добро пожаловать в новое видео. Хорошие новости для эфириума. Приготовься к его взрыву, который неизбежен. Не сегодня, не через месяц, но определенно в ближайшие годы. Давай обсудим почему в этом видео. Спасибо большое за то, что смотришь и ставишь лайки. Для меня это очень много значит. Начнем с того, что после запуска Hard Fork London в августе этого года сгорела эфира на сумму более миллиарда долларов. На данный момент рыночная капитализация эфириума составляет 400 миллиардов долларов. То есть за месяц сожгли 1,04. Чтобы понимать перспективу, такой темп сжигания монет эфириума делает эту криптовалюту дефляционным активом. Дефляция при существующих темпах составит 1,8% за год. Дефляция, а не инфляция. Именно поэтому с каждым месяцем момент, когда эфириум переживет самый масштабный шок предложения, все ближе. Так как в то же время все больше DeFi приложений и NFT проектов строится на блокчейне эфира. Что увеличивает количество его полезных способов использования. Это тоже приводит к уменьшению предложения эфира. Чтобы справиться со всеми проектами, которые построены на базе блокчейна эфира, существующего предложения может просто-напросто не хватить. Единственным способом удовлетворить потребности всех проектов будет увеличение цены каждой монеты. Только в таком случае эфириум сможет покрыть потребности DeFi и NFT, которые построены на эфире. Это на первый взгляд непонятно, но если задуматься, это становится настолько очевидно, что цена даже в 10 тысяч долларов за эфириум даже будет маловато. Несколько дней назад я заметил, что скорость сжигания эфира перевалилась за 20 монет в минуту. Сейчас она упала почти до 4, но это все равно очень-очень быстро. На данный момент сожгли уже 312 618 монет эфира. Причем, когда я начинал писать сценарий, это было 312 500 эфиров. Пока я писал сценарий, 118 эфиров ушли с предложения навсегда. 312 620 эфиров сожгли на данный момент, это более чем 1,1 миллиарда долларов. При существующей скорости сжигания до конца этого года, это количество монет может приблизиться к 3 или даже 4 миллиардам долларов. Это огромное количество монет эфира, которые навсегда исчезнут из предложения. Если биткоин это твердая валюта, то эфириум теперь становится ультра твердой валютой. Чем больше принятия будет у эфириума, чем чаще его будут использовать, тем быстрее он будет становиться все более дефицитной валютой. В какой-то момент рост его дефицитности станет экспоненциальным, что, конечно же, должно отразиться на его цене. Эфириум ожидает шок предложения. Циркулирующее предложение эфириума быстро уменьшается, и нет никаких признаков, что это закончится. С тех пор, как депозитный адрес эфириум 2.0 был запущен, более чем 7,7 миллиона эфиров были залочены в нем. Ребята, почти 8 миллионов монет эфира, и эта цифра продолжает расти. Это более чем 28 миллиардов долларов на данный момент. Эти монеты убираются из предложения и уменьшают количество доступных для покупки эфиров. Обновление EIP 1559 показывает невероятный успех. Более 300 тысяч эфиров уже сгорели на данный момент. Это более миллиарда долларов. Вместе с сжиганием монет эфириума и депозитный адрес эфириум 2.0 для стейкинга уже убрали более 8 миллионов монет из предложения, а это больше 29 миллиардов долларов. Друзья, 29 миллиардов долларов при капитализации 400 миллиардов долларов. Это очень-очень многое. Кроме этого, хочу, чтобы ты посмотрел на этот график. Это баланс эфиров на всех криптовалютных биржах. В этом году баланс эфиров на биржах только падает и падает. Теперь он находится на трехлетнем минимуме. Это около 19,5 монет эфиров. Больше на биржах сейчас нет. Все эти факторы в совокупности лично для меня являются большим знаком, что эфириум ожидает взрывной рост на протяжении следующих лет. Особенно многообещающее эфириум выглядит по отношению к биткоину. Это график цены эфира по отношению к битку. Посмотри, где мы сейчас находимся. Это очень важный диапазон цены, который в прошлом служил то поддержкой, то сопротивлением. Смотри, здесь поддержка, здесь сопротивление, здесь поддержка, здесь сопротивление. И прямо сейчас мы находимся на этой поддержке снова. А здесь это сопротивление. Если это сопротивление будет пробито, то цена эфириума может взлететь вплоть до прошлых исторических пиков по отношению к биткоину. Это около 0,15 биткоина за один эфир. Это означает рост эфириума на 90% по отношению к биткоину. Теперь я хочу обратить твое внимание на этот график эфириума. Это выводы эфиров с бирж и посмотри, что произошло вчера. Массивный всплеск. Самый большой с октября 2020. 1,24 миллиарда долларов. Эфиров именно на такую сумму было выведено вчера с бирж. В прошлый раз похожая ситуация случилась где-то в апреле 2021. И как мы видим, после этого на протяжении месяца эфириум вырос на 60%. Поэтому можем ли мы увидеть 50 или 60% роста на эфириуме на протяжении следующих трех месяцев? Вполне. Ведь чем больше эфира выводится с бирж, тем лучше. Становится все меньше доступных монет для людей, которые ими торгуют, которые хотят их купить. Меньше товара, больше спрос и выше цена. Что касается DeFi, тоже очень важный аргумент в пользу эфириума. Посмотри, мы снова почти достигаем исторического пика залоченных эфиров в DeFi. На данный момент в DeFi залочено 84 миллиарда долларов. Исторический пик был около 97, так что нам осталось не так много, чтобы снова достичь пика. Посмотри, сколько проектов построено на блокчейне эфириума. Aave, Maker, Curve Finance, Compound, SushiSwap и так далее, и так далее. И каждый из этих проектов использует эфириум. Каждому из них нужен эфириум пул. И для каждого нового проекта тоже понадобится эфир и эфириум пул. Это тоже очень хорошо для эфириума. У нас множество факторов. Эфиры выводятся с бирж, эфиры сжигаются с каждой транзакции, и эфиры блокируются в DeFi для работы этих уже существующих и новых грядущих проектов на блокчейне эфира. И, наконец, сверху у нас с тобой вишенка на торте. Это NFT и OpenSea. Объемы NFT на OpenSea в конце августа и начале сентября били рекорды. Многие знаменитости и спортивные дисциплины создают свои NFT. Мы говорили, что даже Disney планирует выпуск своих NFT. Это также помогает эфириуму. Что делают люди, которые хотят купить NFT? Они покупают эфириум сначала. Чем популярнее NFT, тем дороже эфириум. Именно поэтому я думаю, что эфириум в ближайшие годы выстрелит так сильно, что многие даже удивятся, как такая уже большая криптовалюта может так сильно стрелять. Конечно же, это ожидает не только эфир, а Valance, Cardano, Solana, даже Yota 2.0. Скорее всего, все они из-за роста популярности NFT будут только в спросе. И, соответственно, в плюсе. Но в этом видео мы говорим только про эфириум. Я понимаю, сейчас комиссии в сети эфира очень неприятные. Это нехорошо. Но, во-первых, не может же все быть идеально и гладко. А во-вторых, они решают эту проблему. Они трудятся над ее решением прямо сейчас. И на самом деле многое уже было сделано. Но еще больше нас ожидает впереди. В то же время есть и другие альтернативы для эфириума, которые уже дешевле и быстрее. Скорее всего, они тоже будут расти. Но все же нельзя отрицать, что OpenSea, построенный именно на блокчейне эфириума, является крупнейшим NFT-макетплейсом. И еще то, что крупнейшее сообщество DeFi-разработчиков тоже находится в эфире. Эти два пункта также будут тащить эфириум вверх. Ну и закончить я хочу хорошей новостью. Крупнейшая в мире компания кинотеатров AMC объявила, что будет принимать криптовалюты к концу года. В списке биткоин, лайткоин, биткоин кэш и, конечно же, эфириум. Это еще одна причина держать эти криптовалюты. Еще один способ использования не только биткоина, лайткоина, биткоин кэша, но и эфириума. Так что, если у тебя нет эфириума, ты можешь об этом пожалеть через несколько лет. На этом все, ребята. Меня зовут Богатейщий Ди. Если видео было полезным или интересным, не забудь поставить лайк. Это помогает каналу расти, а мне находить мотивацию для создания новых видеороликов. Также подписывайся на канал. Здесь мы каждый день говорим про криптовалюту. На телеграм, где я показываю иногда сделки. Делись видео с друзьями. Комментируй обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok